есть второй матч ребятки господа и дамы мы продолжим за просмотром по имбланка где аошки против даркхорс будут биться ввг мы сегодня уже видели но в целом начу ребятки уже разыграны а даркхорсы играл ребятки про ошек а даркхорсы смотрели за этим матчем поэтому ну что-то знают что-то готовы наверное предложить затем и отправимся всем приятного просмотра вчера уже было дикое мясо и в исполнении команды даркхорса команда уэкзэ поэтому здесь мы должны быть с вами готовы ко всему размены на карте прошли закрыли андуина потеряли ретейка но на этом все не заканчивается продолжают достаточно медленный стиль игры для себя уэкзэ ждут возможно каких-то ошибок от команды даркхорс там была попытка открыться на мост пофайтится может быть там кто-то подставится как вариант но фрид вместе с райденом сейчас проходит через дл и готов через дл через мост и готовится здесь провести перестрелку под б-плантом в мид запустили еще и тагана который сейчас находится под винтами винты контрятся с пятерки поэтому здесь более крупная агрессия с его стороны навряд ли требуется но он все-таки пойдет проверять этот выход на винты откидывает гранату есть небольшой поджим со стороны фитоза он на миду сейчас находится но он здесь под бочкой играет то есть надеется сразу же по голове ляпнуть своему сопернику а то уйти ему явно не позволит но он попытался проверить дальше зайти на ноль где находит его вейзик и перестреливает без каких-либо проблем откидывается граната на перемычку где находится спарт плюсом реполс еще на телефонной будке его увольняет и таган бомба должна быть установлена под б-плантом и два игрока команды даркорс пытается сейчас ретейкнуть все это дело минус есть для эдмайра погибает и таган бомбу поставить не удалось гранатами зазонили все это дело эдмайр обходит своего соперника со спины для вейзика сейчас должен быть контакт андрей в ожидании своего соперника и без проблем разбирается первый раунд для уэкзе ехали я даже не знаете познаешь знаешь не за даркорса который смотрели матч как вот сейчас могут думать типа смотрели в вг значит предложит а ложки а с другой стороны может что-то не все так просто райден нашумел достаточно и отвлекал своего оппонента чтобы тиммейт пробежал но реполс наготове на страже поэтому его здесь такой мув не подловил фит рядом готов помогать как только это потребуется пока все плюс-минус тихо а рассредоточили свои силы по карте есть двое на масту а то шик есть двое типа под альфы но вот сейчас перемещается к войсику и пойдут наверно через мид будет выход не будет он скорее всего на бен но с другой стороны отчет могут зайти на винты там посмотреть чё по опоре а если любит упротив под какой-то типа альфу но что у них есть и таган здесь на выпленно у андуина пока не скучает хаешка немножко подвигаться а чё физкультурка и скульптурка дело хорошее ребята двигайтесь движение жизнь топот для фита постоянно инфа он ее тоже постоянно отдает что вот 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 сейчас выйдут 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 нужна помощь 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 спарс рядом уже инфа пошла и все вот сейчас крупный выход но посмотрим на рендер сайт мэром с какой-то стороны потому что для него здесь тоже важный момент я считаю его вот туза выходить собирался и таган его он принял соответственно можно бежать по бету где продолжается еще файт ретейк дает огне дает огня простите ну и вот у него был друг визик называть его но его убили и один остался ретейк 3 соперника 9 9 на 3 делится но тогда уже будет смерть махнул ножом была бы эта палочка и прозвучало бы заклинание я ждал пока ты меня спросишь я уже был готов я даже это движение палочка исполнил заряженный сюжет я просто маг в шестнадцатом поколении ты не шаришь ладно здесь уже потихоньку небольшая поплава подплывает к нам но ничего страшного я надеюсь то что этот вечер мы уж точно должны будем дожить на тем временем для команды ау xz как они собственно нанесли сокрушительный удар по своему сопернику так они и получили в ответку со стороны команды dark horse поэтому здесь пока что не будем делать никаких выводов будем просто смотреть визик в ожидании соперника он остается еще в т-спавне и ждет выхода под мид но я не думаю то что команда dark horse здесь должна так резко переходить на какой-то более агрессивный плейстайл заход сейчас через мост там на си 5 я так понимаю ретейк подлетел у него 19 процентов здоровья остается контактов как таковых не было есть информация сейчас по перемещению в б-плент б-плент в укреплении репол с рыдовой на 19 хп здесь попытается остановить выход через мид если таковой будет или с дома плюсом ко всему есть два игрока в районе дороги которые готовы пресечь этот выпад со стороны команды айкзе есть заход и кажется что укрепление под б приходит для ошек и они должны будут зафиналить тогда свой выход именно в эту позицию поскольку таймер уже начинает немножко поджимать фрид проходит вместе с я таганом они занимают сейчас мид и да это будет финальный удар по б-пленту фито находится в упоре у него есть информация по двоим игрокам но хотя бы одного за собой утащить но не получается спарс откидывает одну гранату забирает райдена вторая полетела уже под чердак где находится рудовый ретейк но б-плент все-таки был потерян фрид на гранате отрабатывает еще и по спарсу минус реполст 4 в 2 на 2 родовых игрока у арт оф экзекьюшн заход далее на катушки фрид ос попытается обойти из бетона но его здесь даже не слышали просто во всем этом файте андуин вместе с эдмайером находит по киллу для себя андуин остается один в два и по нему есть только остаточная информация там от я тагана попытка поставить бомбу фрид пресекает этот выпад с узкой для андуина 21 польза о а у поехали 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 смотрим сверху сейчас вместо беты выбираются для себя именно разбежку под а плент вази готовит хаёшку и это наверное будет быстро он давай посмотрим займем здесь потому что ему нужно принимать на боковые соперников выходящих прямо на него одного он смог забрать но остановить гонетку с названием а о не получается хотя есть друзья а вот про друзей песенку если вы слышали то вот она походу сейчас на его они приходят и пытаются порешать вопросики в из 10 остатки доедают родим последний по затылку ему кидают на яму он посмотрел там увидел фита которого немножко тоже пошкрябал вышел на двойку на здесь он так плохо по сути открылся что с двух сторон его легко было быть но с другой стороны а еще как он еще тут мог выходить если бы кстати здесь до было бы небольшая лесника знаете такая типа вот прям буквально две-три ступеньки но можно было бы запрыгнуть на боковой и ну на зеленый ящик где там кто-нибудь есть на боковой то вообще никто не идет вот вот короче вот здесь вот чтобы стоял маленькая лесенка так 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 вот и залез и здорово было прикольно на самом деле очередная граната от ритейка не погибает репоус кажется что перестрелки сейчас на позициях моста крайне невыгодны для игроков обороны и я попытался здесь немного обобщить но чуть позже эту тему мы с вами разовьем поскольку там есть аркада под боковую и у эдмайра были действительно неплохие шансы чтобы уйти назад но по итогу фрит его перехватил и есть очередной минус по команде dark horse остается один андуин я хотел сказать в укреплении а плента но здесь уже и андуина нет он уходит на винты и возможно попытается перехватить перемещение на мид или на ноль он пошел на дальнейшую аркаду это очень опасное решение но она себя все-таки оправдала он заметил соперника на мосту нашел минус по итагану и сейчас может спокойно устремиться либо к ним спину либо на поддержку своим тиммейтом через мид погибает ретейк есть минус по спарсу и фито здесь надо жить как можно дольше это дабл килл подарил своему коллективу и надо дождаться андуин андуин несется на всех парах при перемещении в мид по вейзику скорее всего только звуковая информация была визуального контакта не нашли фито трипл килл и фито здесь живет максимально долго для удержания позиции б-планта это квадрокилл вовсе для фито он был здесь богоподобен на удержание этой позиции так что 3 2 загорается счет в пользу dark horse так вышли вперед я вот сейчас вот этот мешок был с чем связано что в предвкушении и при исполнении наверное того что видели ранее опять же что мы здесь увидим тоже битву титанов у нас потому что каждый из коллективов которые сейчас выиграют в топ-4 в принципе ну с одним уже попрощались вчера давали такой бой что вот тут постоянно просто бьются и бьются бьются и бьются при том на допах при том на трех картах и вообще не про одноколеточную визик опасность сейчас у него получил чутье играет и также у фито 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 прыжки там как-то на растанцевал и в итоге забирает он визика меньше сейчас находится ложки райден пэшки его тает тоже как песенки тает тает на руках вп твое пах пах я не знаю рифма конечно там не так песни пелось но те кто знает песню то конечно в курсе такая вообще существует и что суть есть но вы тоже потихоньку вот те кто смотрит трансляцию особенно те кто часто их смотрят уже в теме репертуара 2 а4 вот такой вот репертуар господ из dark horse и сишки есть хаешки все что надо подходи даркхорсы очень бодро взялись за своего соперника уже в рамках первой половины очередная перестрелка нас вами ожидает на мосту при полз здесь кажется действует уже в более предсказуемом ключе но его соперник тоже не пытается менять для себя как-то стиль игры да они проходят наверх по мосту у них есть информация при ползу они активно пытаются его там где-то выцепить 40 процентов урона внесли уже по реползу но реполз просто обновляет информацию и дожидается тиммейта эдмайер первым же контактом откисает в этом раунде но есть еще спарс на позициях двойки и андуин под винтами но он пошел на аркаду и возможно на ноле найдет для себя ретейка и это очередной контакт в пользу для команды dark horse андуину надо отойти сейчас не заигрываться он должен понимать то что на ноле его будут ловить но андуин этом вообще никак не волнует трипл килл у него в кармане и таган разменялся но опять же ситуация крайне не стабильно а ошки по-прежнему в численном меньшинстве райден там успел просочиться где-то под б-плент информации по нему ноль и таган идет вслед за своим тиммейтом только немного с иной позиции реполз остается в районе квадрата есть по нему информация ахилица живет 17 процентов здоровья для райдена он слепой зоне фита вылетает на перестрелку чердака погибает от руки тагана 2 в 2 продолжение все биты и максимально что у команды dark horse что у команды ауэкзе по райдену появилась информация минус от реползу погибает и таган реполз дропается на голову к райдену и выигрывает эту перестрелку принося команде 5 раунд на первой половине это 52 в пользу команды dark horse и первая половина я бы сказал что более чем успешно для них с кайфом определенно но 52 это гипер-гипер даже с кайфом потому что в обороне потому что потому что посмотрим что предложит в обороне находиться буду сейчас и не знаю я однажды когда была похожа ситуация когда-то как раз ложки тогда было вчера они надо c51 проигрывали вот и смена была для них да но так вроде было короче лучшая защита ребятки это правильно нападение поэтому как вариант можно выйти в агрессию поджить сми да что вот дело андуин к слову да вот такой вот агрессивный малчик вчера были от него такие же мувы находил он фраги и здесь повторял вот что такое напряженочка пишет гугоша у нас в чатике ну да да и ты вообще вот знаете вот этот счет не наводит на мысль что однокалиточно не менее вот опять же просто вчерашний и сегодняшний не вообще нет поэтому да напряженочка это про это это про финал и финальную стадию я полагаю в целом я вас чувствую я просто смотрю в чат я смотрю вроде как давно не было сообщения когда скорее всего сейчас они появятся ну ладно ладно давайте смотреть вторая половина и как здесь сказал илья этот счет не наводит сейчас на мысли о какой-то однокалиточной но знаешь вчера если отталкиваться по сценарию то первую карту они могли свободно забирать неважно кто там даркорсы ауэкзе те же самые летарды первую карту можно было забрать свободно без допов без пота и прочего но вот дальше начиналось просто что-то необъяснимая какая-то аномалия так что посмотрим здесь еще с первой картой можно достаточно быстро расправиться команде даркорс если они будут продолжать в том же духе вейзика очень сильно потрепала жизнь 29 процентов здоровья у него осталось и тиммейты идут на укрепление сейчас под б-плент а вот у команды даркорс здесь три игрока которые прошли через мост плюсом фита в миду а как раз таки мид и попытается закрыть вейзик но вейзик здесь чисто на голову будет отрабатывать контакт есть но вейзик даже отреагировать не успевает фито его перестреливает и даган попытается остановить спарса тоже не выходит минус есть и далее уже только райден последний камень преткновения на позициях б-плента фрид приходит поддержать своего тиммейта не получается реполс его ликвидирует также по голове залетает и райдену остался ретейк 1 в 4 молниеносный удар на б-плент от которого не смогли оправиться игроки команды ойкзе возможно ретейк их сможет спасти здесь и сейчас ретейк умеет вешать какие-то просто запредельные пачки но он нашел только один минус а далее не справился был соперник на катушках был соперник доме плюсом еще один игрок обходил со спины поэтому здесь кажется что ситуация была максимально проигрышная шестой раунд для dark horse так вот и пошел пошло веяние того что сейчас это может закончиться потому что близят приближают дорог хорса конец к этой карте но опять же здесь все может поменяться вот возьмут какие включатся и вот кто-нибудь не знаю кто-нибудь из игроков ауэкзе как бахнет из и на пожалуйста на 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 пожалуйста но сейчас идут снова по мостику втроем принципе ничего не меня это с другой стороны опять же этот хороший вопрос а чё всего три буквы а так много смысла кто-то скажет да нет а чё ты думаешь ну ну все же делать приезжок какой прыгун то смотри коля спирилкин ямакайся сын ветра и дмой разовать меня грит просто ныряет в домик если пошла-поехала кидает хаешку никого не находит для обороны чё но они слышат только бету на мосту удавишь под катушки там прилетел а подальфа тихо андуин бросил развлекалого подальфа но в принципе ну да здесь наверное ты должно наводить на мысль что нас хотят налюбить поэтому стоим как и стояли стоим крепко поднять щиты и все вот это вот вместе но тут выехать эдмир начинает класть на лопатки не тогану он убил открыть сейчас по дорогу там эдмир кстати вот закрыли фрит открытие с перемешки перестрелка дальше против репозу репоза была типа позиция потому что он как бы мог на голову играть но он там немножко вот ну вот вот так вот но его забрали из паруса последнего оставили 58 хп 3 соперника при 10 хп то наверно может быть его добычий тут тоже позиции то у него есть штурка на голову хотя и сам спарс уже играть здесь у него вроде бы с кайфом но таймера таймер таймер он тикает и тикает еще и на нервы как минимум но здесь шансов немного то это же закружили его в диком вальсе и угомонили у меня просто сейчас одна шутейка конечно который я сказать к сожалению не могу просто когда не не ладно в общем но ассоциации вы игру тяжело быть мной это я еще иногда себе просто сдерживает так так лететь поставил заминировал винты я еще посмотрел с одного из ранов если помните как по фокусу внимания выглядели бы эти сишки ну типа специально туда если посмотреть тогда да можно взорвать их и не взорваться самому это игру в отношении атаки выходящие типа по винтам вот так то они не незаметно это мэр минус по фриду пойдут ли дальше ребятки пока не ясно не торопится как же это и было так же как это и было в предыдущем раунде так 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 вот что то и что-то типа такого но взорвать их руками я не знаю сейчас потратит ли фито хп интересно это 5 5 5 5 и не потерял не потерял вот получается безопасный диффуз сапер фит ой-ой-ой там еще и от реполза залетает по визику неплохая пачка это как минимум может отвлечь сейчас опорников куда плентом в сторону винтов и тогда будут большие проблемы если успеет под все это дело подсветится эдмайер но эдмайер как будто бы знает об аркаде ритейка со спины но не смог он с ним справиться реполк остается один против троих но его быстренько смирил райден так что еще один раунд для а у и к заимеется напоминаем то что первую половину со счетом 5 2 выиграли для себя все-таки ребятки из команды даркорс поэтому здесь команде а у и к за ним в том случае нельзя отдавать еще хотя бы раунд своему сопернику иначе это уже минимум допы но если И двоечку подарят, кто боксу будет победа для Дарков Ситуация по-прежнему для них достаточно стабильна Андуин заходит на позиции Тэшки И кажется, что здесь он был готов Какая-то контрагрессия от команды ОХЗ Но этого не произошло Таошки сидят и ждут этих контактов Но Эдмайер на ноге проходит уже через мост И у него есть информация по Итагану Томас не справился с этим файтом Есть минус И вот теперь уже под Бэплентом кажется, что нависла угроза Но они могут свободно перестроиться и уйти под Альфу Им ничего здесь не мешает сейчас пофейковать Они нашли минус по одному опорнику А это значит то, что скорее всего ОХЗ сместят хотя бы одного игрока Ну, хотя бы в район перемычки Бэйби-бэйби Вейзик упетлял Мид он больше не смотрит Ходит в район перемычки Кстати, вот здесь Эдмайер мог подловить На секундочку для него было такое окошечко Но он в него не открылся Так, посмотрел на бэта, Вейзик Не-не-не А потом придумал что-то вот Но здесь позиция на самом деле хорошая Для смещения и для защиты Это перемычка Поэтому на ней здесь быть с кайфом можно Недвижуха под бэта Заставляет оборону задуматься Ну, надо, наверное, туда бежать А с другой стороны Фрит такой А у меня же на боковой есть И поворачивается А там перестрелка Андуин Ну, хотя сложно Назовить перестрелкой Тут просто Андуин открылся И убил Хотел зайти еще в Т-шку Потому что информация была У него паритек Хотел его по спине накидать Но его убили Вейзик В двойке Окружен И сломлен в этот раз Райден Остался последний Нужно забирать как-то Есть два Каленых сильно Оппонента Одного из них он слопал Второй Плюс-минус такой же Хотя ему даже Лишь одну тычку Даже, наверное Нет, ну по ногам Нужно две Ну, короче Дело такое Если всем еще по головам Стрелять, то можно и по одной А че? Еще двое осталось Сделать ли он Квадрик? Ну, подожди Он максимально близок к этому Да, он задушил соперника На пятерке Закрывает фита Но здесь уже игра На таймер Я думаю, что для Спарса Должно быть здесь Максимально комфортно Доиграть, собственно В эту ситуацию Да, он спокойно добивает Райдена Райден там уже просто На остальных нервах Пытался деактивировать Эту бомбу Но по итогу Соперник все-таки Пришел и добил Ну что же Минимум овертайма Мы здесь с вами Заработали Поэтому можем еще Попробовать рассчитывать И на победу Команды Dark Horse Ну, а может быть Сяошки здесь смогут Дожать три раунда К ряду Откидывается граната Андуин Проигнорировал Опять же Он, видимо, вовремя понял То, что это был смок Либо просто смирился Со своей судьбой Был контакт Но Андуин проиграл Эту дуэль И зайти там Куда плент Навести суеты По итогу не получилось Зато получается На мосту И ребятки пытаются Ворваться На Б-сайт Здесь опять Эдмайер Но Эдмайер тоже Споткнулся с помощью Итагана И 5 в 3 Будут продолжать Держать оборону АО Экзэм Эдмайер Эдмайер Пролетел там Спарсу Вернется Не вернется Полтос А потом 16 Полтос Полтос И убили все-таки 2 хэшки Плюс небольшой Нашиф от Вейзика Рак найден А тут еще и под дорогу Под дорогу Хотел выйти Фит Его накрыли И реполос 1 в 5 Сделает что-либо Гипертяжело Тут ему дают возможности Двоих он уже забирает Еще троих как-то Есть время Есть хп Все в принципе с кайфом Но Слышал о упоре Хотел кинуть хэшку префом И кинули Но соперник-то не побежал Не было все так просто Слышно дом По идее вся инфа Но с другой стороны Вот этого узкой человека Можно перепутать с тем Кто сейчас в доме Типа окей Ну по двум По двум инфа есть Ну на самом деле И догадываться не сложно Потому что ты инфу-то по себе спалила Значит где еще трех Ну конечно где-то тут Окей Окружают И в итоге убили Раунд для АОши Продолжают они Сохранять Надежду На отыгрыш На допу выйти В этом На этой карте Но здесь Вот опять же Ну шансы Я бы сказал Велики Вот просто из-за того Что происходило до Во всех тех матчах Поэтому Комната ожидания открыта И ждем Что вот сейчас АОшики Заберут еще два Ну я в принципе Не удивлюсь Если здесь будет выход На овертайм Потому что По другому Как вообще может быть Вчера мы играли В каждом матче Овертайм Если бы еще и в каждой карте Играли овертайм Тут можно было бы Просто говорить Без овертаймов Полуфиналы Это не полуфиналы Сто процентов Но Одни уже Сегодня мы с вами Посмотрели Даже подожди Не одни Два Две серии овертаймов Мы сегодня с вами Уже посмотрели Поехали за третьими Ладно Быстро Еще один минус Для Андуина Погибает Фрита Это 5-2 Продолжение Вейзик Уже Страдает И причем Очень сильно Подожди Уже не 41 Там 31 и 11 Процентов Оставалось Фита его добивает Бэплэн завоеван Бомба должна быть установлена И опять же Максим Бабушкин На исполнение Клатча 1 в 5 Одного закрыл 1 в 4 остался По нему есть Вся необходимая информация Там просто Три ствола Смотрят на мид Так что Овертаймом Здесь не быть Победа на первой карте У команды Даркхорс И пока что Достаточно Благоприятный Старт Этого матчапа Для них Ладно Не на этих Так ждем на следующих Тогда Все Без допов Не отпустим Ну Да конечно Мы Только лишь Можем коприть Ой Илюш я Водичку Сейчас себе Обновлю Давай Давай Кстати Ваше здоровье Тогда у меня тут Есть что-то Приносило Себе Немножко Марсианского Не марсианского Марсианского Ваше здоровье Хорошо Как Слюши Тик Децы Даркхорс Коллеги Будут Биться И Своей Красивой Игрой С нами Делиться А мы Пока Что-то Махнем Посидим Подождем Ну вот Вот Что-то Иногда Получается Вот Иногда Нет Ну это Муза Муза Где Вот Я просто Сидел И для Человека Никнейм Придумал Не знаю Ты возьмешь Его или нет Ты же Должна быть Туда Танечка Как ей нравится Чтобы ее звали А тут Вот Раз ее Зовут Татьяна И есть Один штат В Америке А также Есть еще Напиток Один Алкогольный Осуждаем Если что Смотрите Там 18 плюс Все такое Теннесси Для Человека Ну кайф Поставить Вот Муза Пришла Написал Также И вчера Вот Уже Говорил Если вдруг Вы не были Для кого Это Универсально Я уже говорил В отношении Максимки Как ему Было бы Удобнее Для меня Наверное Не так Потому что У меня Там Может Три Буквы Должно Вот Как Для него Потому что В пб У нас Минимум Четыре Символа И Можете Вот Так Не То Это Почему Максим Керентьев Вот Не Жестко Это Мы Тоже Можете Попробовать У меня Вопрос Это Было Так Да Ема Вот И Как-то Вот Вот Так У меня Потому что Фамилия Если на Инглише Вот так Пишется Как Да Хайдаров Но Тут В Инглише Как-то Так Решили Что Есть Поэтому Вы Для себя Смотрите Выбирайте Мы Пока Ждем Ребята Небольшая Пауза Био Пауза Наверное Или Тактическая Не знаю Все вместе Может Выдохнуть Ну Тем более Что Аошки Привели Предыдущую Встречу Тоже Для них Вечер Идет Уже На Выносливость Поэтому Есть Так А тем Че Попил Я Замеченным Микрофоном Сижу Тебе Отвечаю Да 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 Я Просто Вижу Там Опять Приступ Паники Насчет Кодов Я Решил Что Ребята Надо Немножко Расчехлить Пусть Забирают Ну Сейчас Мы Конечно Разбалываем На финалах Слово На Ну Опять Здесь Здесь Сразу Да Ремарку Такой Поток Кодов И вот Именно Коды С Аптечками Дамажными Аугами И так Будет Контроль Тоже было бы Конечно С кайфом Есть игрок В коробе Это Андуин Который мог бы Отсюда попробовать Закинуть гранату Но там Ретейк Сниз дома Тоже Отрабатывает Он мешается Здесь Андуину Определенно Ретейк На уверенности Пошел под короб Он разменивается Спарсу Удается пройти В район пирамиды Есть перестрелка Закрывает Фриду Но Везик Разменивается По фито Откидывается Еще одна граната На пять Репол со спины Попытается пройти Репол закрывает Райдена И сейчас в пятерке Надо быть Немножко поаккуратнее Но Репол не успевает Спасти своего тиммейта Проход под Б плент Свершился Бомба будет установлена И АО и Экзе Уже начинают Занимать позиции Для ретейка Везик будет в доме На зиге На зиге находится Ретейк непосредственно Хорошая граната Прилетела Можно было бы Двоих разом закрывать А там еще одна В наличии остается Окей Есть информация по дому А есть ли информация по зиге Скорее всего Мог слышать На пару счетов Теперь он точно знает Где находится его соперник Ну и пытается здесь Сыграть на голову Первого закрывает А второго Нет Второго чуть-чуть не дожал Первый раунд для АО и Экзе Я просто вчерашний момент Вспомнил Как ретейк На металне Он клатч затащил Сколько там 1-2 было Притом он стоял Лютый Господи Этот стульчик Этот И вот этот момент Синий Что вот возможно Не ну это хорошо Это хорошо Говорю опять же Когда такие моменты Адреналиновые Происходят То раздать его Своим тиммейтам Ну с кайфом Опа Не ваншот было Что-то типа колено Или даже Возможно в тело Даже зарегалось И 48 хп Сняло он Длину На попадание С РБ Но в целом Он живой Потрепан лишь АЕшка Под ретейк Ретейк Убежать Убежал Идет под коробку Или в дом Коробку Никто не смотрит Кстати сейчас Но знали бы Об этом Даркхорсам Позиция ключевая Позиция такая Связная Через нее Можно выйти И бежать куда угодно Опа Возик Возик сел И по сути При том что наш эф Уже был от спарса Он сидел Типа в позиции Для него И будучи готовым Поэтому чуть больше Процентиков У него было Но Возик тут Справился И сделал Хорошую фраг И там Рискует Но не рисковать Здесь не вариант Здесь Будучи пацифистом Борьбу не выиграть Хорошо это Или плохо Тут меня сразу же Накрывает Вариантами Исполнения Игр Где ты реально Можешь будучи пацифистом Просто взять И выиграть Не ну В природе Конечно такие игры Вообще существует Но Это не про ПБ Сиди Тритейк Готов Да И сделан выпад Ну как выпад Флик Если быть точнее И Соперника Фита Припос вдвоем Остались Хочешька Неплохая Отфита Фистка Забросил ее Под соперника Там у Возика Остается всего ничего И наверное Вторая должна Его доедать Да Но тут Сходим в три И к нему С подветренной Идут Но он вроде готов Партио фритейка Пострелялся Но забрать Он его в итоге Не смог Еще один раунд Для АОшек И вот сейчас момент По идее По идее Судя по Статистике Сейчас драккорсы Должен забирать раунд Но Должны Да не обязаны Типтаковал Потому что Статистика Это лишь циферки Ау Да Это дело такое Сухое Но вот сейчас Вейзик занимает Позиции нубки Для себя под аплентом И через маке Он находится Все-таки спарса Есть минус Вейзик Может быть еще и второго Вырубит Там находится Фита Откидывается граната Эдмайер скорба Как же Эдмайер Не закрывает Вейзик Это очень обидно Сейчас было для него Закидывают гранаты Под короб Пытаются выжить Здесь игроки Командовой Экзэ попросту Отходят назад Но Фрид вместе с Итаганом Закрывает Андуина Эдмайера Неприятные потери Реполс также Отправляется в небытие Но три игрока Давайте так скажем Четыре игрока В рудовом состоянии Там Фрид еще Более-менее Можно хилиться и жить Погибает Ритейк Закрывает его Все-таки Фита Но и будет попытка Тогда со стороны Фита Как-то разыграть Этот клатч Я не представляю Он должен здесь Эйс будет делать Да, конечно Опять же повторюсь ХП позволяют Он может очень быстро Срезать своих оппонентов Но их четверо Они просто массой Должны будут забирать По Фридосу Тоже появилась информация Один из Более-менее Фуловых игроков По ХП Погибает Остается сейчас Самый фуловый Это Райден Ну и Вейзик Вместе с Итаганом На тычку Меняет здесь дуалы Ага Еще 16 патронов Нашел Пойдет Заходит на банан Ну и возможно Если проверит четверку То может встретиться Здесь А нет Уже не может встретиться Там Итаган уходит В слепую зону Тогда Фита Может проскользнуть Под короб Попробовать с Вейзиком Постреляться на парочек Кто знает Но тишина Тишина пока что У АОшек Есть все Чтобы выходить на 3-0 Еще и таймер Сейчас будет поджимать Фита Поэтому ему надо будет Принимать решение Да Он выходит с короба Но он не замечает Сразу же Вейзика И навестись на него Толком не смог Так что это 3-0 За Вейкз Ну как я и говорил Статистика Это лишь циферки Поехали Тут у ребяток Любовь обильность пошла Сначала там Кто кому тут Ставил сердежки А сначала Теннесси Сердежка Ритейку ставила Потом Коби Сам себе Эдмайру Сердежку поставили Я сам себе поставил Тут ребятки тоже Короче Вас тут много вижу Вот вам всем привет Вы все такие молодцы Красивенькие Сидите Вот Вам спасибо Так Ну да Вы можете поддержку писать Вон я вижу Розетка Пишет Сердежек Очень много И Дарк Хоррс В этих сердежках Купается Вот А где у нас там Поддержка Ошек Теннесси Заводи Тут же Малчик Если этого играет Так Все Вперед Надо Надо Поддержка Здесь всем Нужна Это особенно Заряжает Я уже говорил И делал подводки Особенно Когда на лане Вот этот зал Заряжает Это слышно Это реально Работает И мхо Так Ритейк 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 Крой его отца И выходит На репоза А там он фраг себе Нашел И с кайфом С длины Он ушел На альфу Бегут дарк хороса Но везик здесь По идее Не должен пропускать Типа И вот у него Инфа появилась Смоки кстати Это окей Тут просто окно было И он Жалко что было Не разбито для везиком Потому что часть урона Она впиталась Все равно Простите Вот И дело такое Надо разбивать Окна Точно Так Фитас Парс Надвоем делают Хорошую работу Находят минуса Оставляют рейдена Одного Того 54 хп И нужно как-то Выбивать Идет он на пятерку Дуал естов Ну 14 Ну не туда Не сюда Но по идее На одного Должно хватить Самое важное Вовремя Переключиться Решили Решили кстати Сидеть Не перекрестным Это шанс Для райдена Но он его Не реализовал Шанс был Потому что Если он Убивал бы фита Было бы Немножко таймера На Свап девайса То есть Он на одинарный Т77 Перешел И дальше Перевел бы прицел У него тоже Реально было На это время Вликануть в тэшку Откуда бы Скорее всего Выходил уже Соперник Это 99.9 На центральное Кафе Врывается Реполз Его должен был Видеть там На пикселе Ретейк Но Ретейк решил Не файтиться С этим парнем До последнего И будет просто Ожидать его В контактной позиции Для ретейка Есть минус Погибает Эдмайер А теперь уже Можно свободно Отойти Немножко назад И вместе с тиммейтами Отработать В этой ситуации Заход на позиции БК Есть там Андуин Вместе со Спарсом На центральном Кафе Реполз Плюсом На банане Находится Фита Пока что Лежат смоки Под коробом И Зига И выйти под эти смоки Не представляется Возможным Даже не то Чтобы не представляется Возможным Выйти то можно Но смысл от этого Ты ничего не увидишь А вот тебя могут Свободно поймать Смоки развеиваются Потихоньку Но и скорее всего Удар придется Именно на Б-пленд Поскольку два игрока Находятся сейчас На Ланге И два игрока На центральном кафе То бишь Могут находиться Свободно на Зиг Андуин Пытается там Поднавести суеты Но его заставили Немного отойти назад Даже немного А полноценно Ретейк открылся Под мусорку И собственно говоря Его там находит Фита А вот дальше Заход на Зигу И на Лонг Продолжает наносить Достаточно крепкие удары По обороне Б-пленд А И с этим Надо срочно Что-то придумать И придумывают Игроки командовой Экзе Раскидываются гранаты Реполз Собственно здесь Обменялся Любезностями Со своим оппонентом Раскидываются в упоре Итаган свободно Перестреливает Реползы И приносит команде Четвертый раунд 4-1 4-1 Так-так-так-так-так Тоже вообще Ни о чем не говорит В плане того Что ну не ждем Однокалиточный Опять же В ожидании Просто Камбэка И крови Кишок По стенкам Все это дело Илья Погода налаживается Супер Ну с кайфом Слава С кайфом Да Погодка в принципе Окей Пойдет А это Ган Минус Когмэру Нашел Рид Говорит Что сейчас Все таки 5-1 У нас то будет Но Точку ставить Рановато Ну что Опять же Камбеки 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 Так ЦК может быть Сейчас про ретейку Что-то будет Хайшка летит Неплохая ретейк Типа убежал Но здесь Немножко хп Наставил 68 у него В наличии Теперь И немножко Сдал Назад Тяжело Вот реально Потому что Пропеть песенку Здесь Что ж ты Фраерок Сдал Назад Вот это Вот прям Тяжело Сдержаться Спарс Показывается Вальф Что возит Говорит Один Есть Минут Позади Таймер Вроде бы Как еще Есть Но на самом деле Он такой Что Вот Вот И может Расставить Андуин Делает Два фрага Может зайти В дом И там Напрягать Соперника Чтобы его Тиммейт Вальфе Проходил А там Кстати Его убили Вот это Печалька Но есть Реполз Может пройти По Сиге Или же Пойти Под Альфу Ну все Тут уже Что-то Все Как-то Посыпалось Знаете Андуин Дал Хорошим Инцам Мог Тиммейт Проходить Через Альфу Но его Тоже Убили Спустя Там Пару Секунд Андуина Самого Закрыли Остался Один Реполз Наверное Спаритей Клон Нашел И Перекрест Капец У меня Гойщик На мотике Катает Так Ну Пригнуться И лететь Чтобы Райден Там В любом Случа Засветил Уже Свою позиционку И кажется Что Реполз Должен Рассчитывать Эту перестрелку С учетом Того Что Соперник Находится На двойке Но вот Если бы он Райдена Подожди Вейзика Вейзика Быстрее Закрыл То Возможно У него Была бы Возможность Проскочить Там Где-то Под первую Линию И провести Перестрелку С Райденом Но Он с Вейзиком Долго В доме Провозился Так что Это 5-1 В пользу команды AOXZ На карте Диловой Центр Аошки Начинают Отвечать За карту ВВГ И остается Буквально Два раунда До победы На этой мапе И тогда Мы перейдем С вами К третьей карте Этого противостояния Но Без этого Никак Ребятки Здесь по-другому Быть попросту Не может Хотя Может быть Еще Такой вариант Когда 5-1 Или 5-0 Вообще В пользу команды Dark Horse И победа На карте Диловой Центр Но Все это Опять же Сугубо фантазии Какие-то И предположения Ждем Готовности От команд И Будем Наблюдать За второй половиной Но я думаю Что AOXZ Должны будут Дожимать Для себя Эту половину Дожимать Эту карту И выводить На троечку Они проделали Достаточно Крупный путь Для того Чтобы 2-0 Отдать Полуфинал Нижней сетке Если честно Я в это Прям очень сильно Не верю Но соперник Непростой Это факт И команда Dark Horse Вчера Выстояла В достаточно Крупном пекле Я бы так сказал И в жаркой битве Против команды AOXZ Потом в битве Против команды Attributes Ребятки Просто держались До последнего Поэтому Закаленными В боях Вчерашних Они возвращаются В сегодняшний день Более Приободренными А возможно Даже и Более Лучшей версии Себя Поскольку Была возможность Посмотреть Еще реплейчики Где-то Была возможность Понаблюдать За соперником И мало ли Что они смогли Для себя Там подчеркнуть И какие уроки Вынести Из всего этого Дела Но мы с вами Ребятки Продолжаем Только Надеяться На то Что команды Будут продолжать Показывать Нам эту Красивую И жаркую Игру Поехали Да Определенно Жарче Чем погода На улице Это про Нынешнее Лето Конечно же Вот И реально Мачо Вот эти Как Кострища Как Вулкан Который Извергается И не утихает Такие Вот Параллели Ассоциации Фантазии Так А кстати Нужно Вот так Вот И вот так Чего сидите Молчите Чего ты там У тебя Чего ты там У тебя До счет До счет Вот Все Вот так Право Лево Судым Судым И вот Мы готовы Art of execution Dark horse На наших С вами экранах Бьются Адуин Минус Фрак Минус Фрак Минус Находит Немножко Пощупал Андрей Летела К нему Уже Хаешка И наверное Отсюда Не уходил Но Так и так Андрей Его Добил 4 в 4 Это ган Не 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 Да 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 Говорит Все таки Что ты там увидел Просто Было опасно Для нас С вами Инфа Мы увидим Икс И понимаем Что вот Ща 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 И вот По этому Играл Не не А потом Как да 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 На зиге Тоже может быть Опасненько Там Немножко Поглядывал Андрей Чуть ближе Подходил Но в целом Окей Так Таймер Тает Это от Возика В районе Карабаса Проверил Ширму Все Говорит Окей Подходит К другу Говорит Двигайся Тут Говорит Хорошо Прошел Раз Прошел Два Возик С коробки Перешел Там Нашумел Перешел Докуда Оно Хотя не убьет Опасно Опасно Там да Единственный уголочек Безопасный И Таган его Как раз и занял Пошумел там Пошумел тут И вот сейчас Прошел С тиммейтом Подальфу Нужны смоки Да Ложится один По крайней мере Точно Хаешка в упор Мало ли кто вдруг Тут стоять может Тут Фита Наверное даст агрессию Или нет Последние секунды Полетела хаешка Но такие как то Просочились в план Поставили эту бомбу И сейчас 4 в 4 Пойдут Вбивать Даркхорса А там В ЦК Ну там уже Разобрались И с Тулангом Разобрались Вот уже 2 в 4 Гига Проблемы Для АОшек Очень сильно Затянули Конечно Этот раунд Здесь ребятки В ОХЗ Могли вообще Попросту Не успеть С установкой Фугасом Но Опять же Успели И теперь Надо его Удерживать И Таган Даблкил Оформляет Там Один против двоих Пытается выбить Тандуин Вылетает На стрит Находит Этот даблкил Но не успевает На то Чтобы Успел Он последний раз Не нажал Ну мне кажется Успел Не Ну истинные Профессионалы Деактивируют На 0-0 Если все Помнят Это правило Такая подстава Я вот Пока он бежал Думал Да Надо Жать левую Этот ножик Позволяет Разгоняться Быстрее Чем это Написано В характеристиках Так скажем Вот Но такая еще Штука Есть как Анимация Если ты На анимации Нажат То ты Не сможешь Сесть Минировать Оно так работает И вот Я такой Да Я смотрю Он просто Один раз нажал Второй раз Не нажимает Он мог еще раз Нажать Чтоб Типа Быстрее К бамме Подбежать Но не нажал И все Сошлось И в последние Просто секунды Которые Вообще Даже И они Вытекли Успел Идеально Идеально Все получилось Ну ладно Давайте смотреть Сейчас друзья Как здесь Будут действовать Ребятки Из командовой Экзе Поскольку Эта ситуация Могла Определенно Приоподрить Команду Даркорс Здесь и сейчас И здесь и сейчас Именно так Андуин Квадрокилл Сделал Деактивировал Бомбу Выиграл Раунд Для команды И по сути По прежнему Оставляет им Шанс Побороться В основном Времени За победу На этой карте Смотрим Заход опять На центральное кафе Скорее всего Мы увидим с вами Тоже достаточно Медленный раунд В их исполнении Уже минута Практически позади И при этом Выпад был Только один И то это сейчас Для Райдена Райдена нашли И быстро уволили Заход под Аплент Судя по всему Планируется В центральном кафе Остается ретейк На банане Еще отсиживается Фрид Но и Таган Вместе с Вейзиком Наводят суеты Под Альфой Когда под Аплентом Попросту никого нет У команды Даркорса Они готовы дарить Этот бомбсайт Ну а далее Уже в случае чего Выходить на ретейк Коробку проверить Лишним не будет Там Фрид Еще немножко посуетил Возможно его могли услышать Он там определенно Не скрывается Еще и откидывает Смоки Так что по коробу Точно есть информация Откидывается граната Фрид видимо надеялся Этой хаешке Перехватить аркаду На карабас Но этого не происходит Фрид отстреливает Фита Эдмайер Попытается отомстить Ему это удается Плюсом ко всему Андуин пошел на аркаду И закрыл еще ретейка Вейзик отправляется В небытие На гранате От ретейка Да по-моему От реползы залетело Конечно по-моему И собственно говоря 2-0 на второй половине Для Dark Horse Вейзик выходит Недовольно ребята Недовольно Ну там тоже Да вот какая череда Была всего там Они могли же закрывать То ситуация была 2 в 4 Гига проблема Как я говорил В том раунде Где разминировали бомбу В итоге 2 в 4 типа Как бы и так мало процентов Но все вытягивали Фраг за фрагом Фраг за фрагом И вот последний остается И наки пожалуйста Это хорошо Да Буйся по аморальке Так точно Еще раунд сверху Себе забрали Dark Horse И вот мы сейчас Видим 5-3 счет на табло Возьмут листрики Из 5 Если возьмут Dark Horse То эту карту Они закроют И встречу В целом Но это прям Будет непростая задача Потому что Деловой центр Это не метро По крайней мере То метро Которое мы помнили Раньше Что типа Это про оборону Больше И что вот знаете Здесь подчеркивалась Сторона Где больше Вот Для обороны Той же Что вот Это бы как-то повлияло И имели бы вы Больше процентиков А процентики Как Еще раз напомню Это всего лишь Циферки Но все равно Есть шанс Их реализовать Но DC Это вообще нет Тут Самая наверное Забаланченная карта Имхо Типа что может быть Еще баланснее Вот реально 50 на 50 Ножи Если здесь играете То смысла В принципе нет Тут лишь только решает То где вам Типа знаете Удобнее Со стороны Стратежек У вас вот есть Что-то Какая-то заготовка Может быть Не знаю А тут уже психологическое Что-то Вот вы знаете Что если вы сделаете Свой гипербыстрый раунд То вы просто Вергнете В Небольшой ужас Может быть соперника Рассинхронизацию Когда вы делаете Гипербыстро То сопернику Нужно быстро Также Выдавать всю информацию Реагировать И Предпринимать Какие-то действия Вот такие дела Комментаторы Валите на скадами Да кому я что-то сделали Вы там Это знаете Как в Как этот мультик-то Где султан Там был Малчик Вот этот Ему антилопа Все накидывала Накидывала Вот как бы Вот то что все накидано Эти не превратилось В камушки И вот там Не превратились Да А так-то Вон мы Мы с Максимкой Золотая антилопа Как ты Максимка На это смотришь Интересное Конечно Предложение Но да Ребятки Коды Мы вам накидали Причем очень много И Надо немножко Поумерить аппетиты Я вижу то что вы Прямо разгорячились И без кодов Уже Судя по всему Прямо Минут 5 Там 10 Коды Не дропаются И все Там уже паника целая Где коды 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 Подождите Успокойтесь У зрителей Кто смотрит Стабильной трансляции Проблем Я думаю С донатом Нет в принципе Здесь те Кто приходит И жалуются Скорее это люди Которые просто Ну во первых Это больше про жадность Наверное А с другой стороны Это ну я не знаю Ну короче Ребята Все что мы можем Вам сказать Опять же Терпение Терпение Приходите Кайфуйте Смотрите Слушайте Потихоньку Да помаленьку У всех Все будет Аккуратненько Медленно Но верно Плюсом мы говорили Что чем больше Вашего такого поведения С прям Точнее нехватка А сломкой На коды И тем меньше Этих кодов Наоборот Появляется Поэтому Поумерьте Поумерьте Немножко пыл Тем временем Мы возвращаемся С вами к игре И команда Даркхорс Отыграла для себя Пару раундов Но они по-прежнему Еще не достигли паритета Для паритета Им еще двоечка нужна Ну а для победы Вовсе Три раунда Кряду Надо будет оформлять Спас Конечно на тот момент Андуин Свою команду От минимум Овертаймов На этой карте И по-прежнему Позволяют Команде Даркхорс Отыгрывать В основном Времени Здесь и сейчас Но была небольшая Пауза Возможно Что-то успели Обсудить Для себя На ОЭкзе Возможно И Даркхорсы Что-то успели Поменять Так что Будем смотреть За продолжением Сейчас под Аплент Действуют Два игрока Здесь находится Фита Плюс он на пятерке Отыгрывает Спарс По этим ребяткам Навряд ли здесь Будет достоверная информация Но в любом случае Команда ОЭкзе Пока что Не в финале Свой выход Не подаде На одном сайте Минута уже Позади Что-то Меня заедает сегодня Минута уже позади И Гремят только гранаты На карте И вот одна из хаешек От Эдмайра Залетела прямо К адресату Это был ретейк Можно конечно Попробовать Поиграть по направлению Аплента Но опять же Повторюсь Там на упорной позиции Находится Фита С дуалами И плюсом У него на пятерке Есть молодой человек С карабинчиком Тем временем Фита еще один минус Погибает Вэйзик Погибает Фрита И Таган В считанные секунды Это третий раунд Причем это раунд Сухомятку Для команды Даркхорс Говорят да Сейчас засноуболим Сейчас как пролетим Это проколетив Даркхорс Которые вот Реально Сколько? Три в ряд уже Три в ряд Еще два осталось Красавым я посчитал Посчитал Пять минус три Ну да Я еще так похлопал И говорю Как у меня племяшка Просто любит делать Когда что-нибудь Хорошенькое сделает Ей два года Если что То все хлопает И вот Хлопай Хлопай тоже Я молодец Повторяется кстати Что было в предыдущем раунде В принципе Я просто смотрю на мини-карту Давайте даже вот так вам покажу Было точно То же Самое По расстановке Нужно где-то Насуетить фраги Это для ООШек Чтобы потом Открываться с кайфом Кстати Припоминаю что было вчера Типа бросали смоки На лонг И Фриид Под всей шумихой Просто пробегал под яму А дальше выходил И быту раскидывали Вот что я вспомнил Унижено получалось Я не знаю почему-то здесь Может это не всегда Вот такие штуки Как-то в голову приходят Типа Подзабыл Может быть об этом А может прямо сейчас Мы наблюдаем Именно за этим раундом Когда именно так Он сейчас и пробежит Вот Типа такого Во-во-во-во-во-во-во Я Не я сейчас С тем спикой Выйду ребята Ну погодите немножко Они просто меня услышали Во-во-во-во Вот-вот-вот-вот-вот Я про это Все User Disconnected Проми-чанел А не на то Он просто дисконект Ну все я спалился Короче ребята Так Что Фрид Движение за ним должно быть Типа он пробежал И должен суету наводить Его друзья сопроводили Но в итоге Никого и не убили А Эдмайер проверил Но Один в пять Да Эдмайер посмотрел Конечно В эту позицию Закрывает Фридоса И был шанс Реализовать Эту точку Инкогнито Но не получилось И Таган тоже получает По голове Это уже 4-0 Друзья На второй половине Для команды Dark Horse И здесь и сейчас Мы с вами По сути Находимся В моменте Решающем моменте Еще один раунд Dark Horse И победа у них В кармане 2-0 И выход в гранд-финал С достаточно уверенным счетом Но посмотрим Я по-прежнему Не верю в то Что здесь может Закончиться все так просто И я думаю Что здесь должен быть Какой-то подвох И опять же Этот подвох В лице Эдмайера Который вылетает На ретейка Закрывает его Но есть размен От Фрида 4-4 Будет продолжение Возможно Где-то на нежданчик Попытался сыграть В Budapland Залетает еще 2 игрока Это же Вейзик Вейзика просадили Максимально по хп И вовсе его добивают И Таган тоже Рыдовый Минус от Спарса Для Спарса Это даблкилфрит Рыдовый пытается Подойти на стрит 28% здоровья Заходить сюда В соло Очень опасно Но он погибает От Рукпита И остается Райден Один против четверых В этой ситуации Ему надо здесь выложиться Не то чтобы на 100 Или 200% На 300% Есть гранаты Которые он пытается Реализовать по максимуму Для своего коллектива Находит первый минус Может быть найдет второй По Спарсу есть информация У него 8% здоровья Райден Есть минус Если бы сейчас еще И Пандуину влепил То здесь было бы Максимально близко К победе подобного клатча Но это все-таки победа Для команды Dark Horse 2-0 по картам Они выходят в гранд-финал Нашего сезона Друзья ПБСЛ-2022 Мы их с этим поздравляем А команда AOXZ Занимает третье место Печалька для них Печалька Да тут Можно немножко конечно Солей посыпать Но с другой стороны Все равно хорошо Это всегда вот так Вот ребята Про финалы Это всегда одна и та же история Потому что Дошли ведь до финала Играют ведь Заняли третье место Третье место Это не восьмое Вот опять же Ищи Хорошие в любом Плохом Что-нибудь донается Вот поэтому Не отчаиваться Это всегда мы говорим И держать строй Это в любом случае Не конец Потому что будет еще Сезонец Сезонец Вот свои силы Там можно попробовать Вот А коллективы Dark Horse Удача в гранд-финале Потому что Они проделали тоже Огроменнейший путь Спустились вниз И вот снизу И до гранд-финала И Да будет бой Но это все про гранд-финал Ну что же Мы благодарим вас всех То что вы были сегодня здесь Вас было 190 человек На пиковом онлайне За это вам огромное спасибо Мы раздали вам сегодня Действительно Очень много кодов Но некоторые Ненасытные инвентари Продолжают требовать Эти кодянские И мы отправим вам Еще один кодик На прощание на сегодня Ну а завтра Будем добивать Всю эту кучу кодов Которая у нас осталась Поэтому мы завтра Ждем вас всех В этом же составе А можно даже Еще и больше Все зовите друзей И чем вас будет больше Тем чаще и больше Мы будем насыпать вам кодов Ну а на сегодня Друзья Все У микрофона для вас Илья Стивихайдаров Максим Чаев-Терентьев До завтра До завтра в гранд-финале Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok